Здравствуйте, друзья! Светлана Калмыкова с вами на связи. Сегодня снова у нас прямой эфир с ответами на ваши вопросы. 15 минут. Я в доступе для того, чтобы помочь вам, подсказать, возможно, помочь не каким-то направлением, а вот своим теплом. Я буду очень рада делиться с вами. Сегодня у нас, мы сегодня переезжаем с вопросами на вопрос. То есть я буду листать и отвечать на вопросы, которые где тыкнут, там и буду отвечать. Так, чтобы я добралась, опять же, до вопросов тех людей, которые не успевают задать свои вопросы. Здравствуйте всем! Начинаю отвечать на вопросы. Как всегда, первый вопрос. Здравствуйте! Хотела бы услышать ваше мнение о людях на фрукторианском питании, у которых начались гнойники. И у многих после дуриана. Спасибо! Во-первых, дуриан, что это такое? Это фрукт, который с явным перекосом женской энергии. То есть это фрукт, который, да, приводит в дисбаланс, если его неправильно употреблять, например, с жирами, с дополнительными, да, то есть вы, допустим, поели что-то, потом закусили дурианом, ну, это все. Пиши пропало. Если дуриан употреблять правильно, допустим, ближе к обеденному времени, либо до обеда поели, потом цитрусовые соки в основном пьете весь день и больше ничего, то прекрасно, хорошо, баланс выравнивается. Вообще, люди на фрукторианстве, почему сходят с фрукторианства, с сыроедения и начинают ругать? Ругать изо всех сил, что вот плохое состояние кожи, состояние тела, и вообще, если это питание не для человека, это как диету можно использовать. На самом деле, спросите у людей, которые это утверждают, спросите, пожалуйста, что они делали для того, чтобы помогли телу перестроиться? Либо они взяли так просто и перешли на сыроедение, либо фрукторианство. Вот просто с веганства, либо с традиционного питания, неважно, но просто перешли. А тело, оно сколько десятилетий, оно питалось определенным образом, оно подстраивалось, все органы с маленького возраста, когда вводился прикорм, настраивалось именно под этот тип питания. И для того, чтобы помочь телу, вернее, для того, чтобы перейти на хорошее, стабильное, сыроедение, фрукторианство, нужно помогать телу очищать его от тех залежей, которые за десятилетия сложились. Ну, вы же согласны, что невозможно вот так вот просто так, чтобы тело никак не реагировало на ту пищу, которую употребляли много-много лет. Складывается, да, у кого-то видно сразу, у кого-то проявляется через кожу, все эти через слизистые идет выведение того, что он съел, у кого-то не показывается, и, казалось бы, вроде как все хорошо, но потом проявляется более сильное состояние тела, более тяжелое. Но в любом случае проявится, это рано или поздно проявится. Ну и вот, на фрукторианство перешли, и начинается все проявляться. Запускается процесс самоочистки, тот самый, самый важный, который мы должны восстановить в своем теле. И начинает все выводить. Но выводить сколько хватает иммунитет? Вот набрал он иммунитет сил, по чуть-чуть вывел, набрал сил, вывел. И вот в таком вот режиме, в таком кризисном режиме, человек существует на фрукторианстве, если он не делал никаких дополнительных процедур, помощи не было, если от вас, вашему организму. То вот такой вяло текущий, вечно больной период, когда будет что-то проявляться, что-то показываться, с чем нужно работать, оно будет присутствовать достаточно долгое время. Поэтому все люди, которые к нам обращаются, почему мы говорим, что нужно помочь телу, нужно освободить его от тех залежей, которые есть, чтобы дальше вот таких вот симптомов гнояков, чтобы не появлялось, чтобы тело функционировало хорошо, чтобы настраивались, вспоминались вот эти естественные природные функции каждого органа. И самое главное, чтобы вы подстроились, сам настроились с новым питанием. Это очень важно, потому что, ну, с бухты, барахты перейти, а потом ругать сплошь и рядом эти случаи. И многие люди к нам приходят с этим же отношением к среднему фрукторианству. Поэтому я считаю, что вот узнавайте у людей, как они перешли на средний, как долго они на средний для фрукторианства, и как они питаются. Да если они мешают фрукты между собой, делают фруктовые салатики, например, либо еще что-то, едят большими порциями. Ну, это, понимаете, да, это не истинное фрукторианство, не то, к чему нужно стремиться. И, соответственно, люди получают осложнение и проявление всего, что есть в теле. То есть узнавайте, и тогда вам будет все понятно. Листаю. Какой лучше чай, травку давать ребенку перед сном, ребенку год или семь? Смотрите, травы – это лекарство. Я не могу вам сказать, что вот пейте вот эти вот травы, все, вот будет класс. Любая травка – это заваренная трава, достаточно концентрированный способ воздействовать на тот или иной орган, на состояние психики, здоровье, ну и так далее. И для того, чтобы советовать какую-то травку, нужно знать ребенка. Если вы хотите просто дать ребенку, перед сном однозначно пить нельзя, потому что питье, кроме воды, любые напитки – это питание. А питание перед сном однозначно утяжеляет работу пищеварительной системы, и, соответственно, ребенку хуже спится, он просыпается, возможно, с отеками. Кстати, про диагностику детей я вам побольше напишу еще в скором времени, и почитайте. Если вы хотите что-то давать ребенку, то, в принципе, можно тоже шиповник с боярышником заваривать, но не перед сном, да, хотя бы за 2 часа до сна, за полтора, вот так. Так, ближе ко сну старайтесь ничего не давать. Хочет пить водички, да, можно пару глотков сделать воды. Вот, а какие травы, вот тоже не скажу, потому что нужно знать организм, для чего, опять же, понимаете, для чего вы хотите попить травы, для чего вы хотите сделать те или иные чистки, допустим. То есть должно быть понимание смысла, для чего нужно делать то или иное действие. Так, после очередной голодовки, 3-6 часов, сильный насморк, это понятно, но по утрам сильные мешки под глазами, что это может быть? Вот, мешки под глазами, а голод, как вы входите в голод, как вы выходите из голода? Да, 3-6 часов, и какой у вас голод? Это может быть сухой, либо на воде, либо условное голодание, многие называют голодом тоже. Вот, понимаете, да, в зависимости от этого, если вы вышли... Так, после у вас, вы выходите из 3-6 часов голода, и у вас на утро мешки под глазами, да? Если вы, я не знаю, на воде, либо насухо... Если вы насухо, и вот такие состояния проявляются, однозначно есть особенности с надпочечниками. Вот здесь и с лимфой. Лимфа, надпочечники, это ваше вот такое уязвимое место. А если вы были на воде, и отечность появляется, то, ну, это, опять же, под глазами. Какая область? Передняя часть, боковая часть. То есть, это либо печень, либо лимфа тоже. Но, начало с кишечника, да? Готовьтесь к тому, чтобы входить в голодание. Пусть даже однодневные, 36-часовые. Хотя бы сутки побудьте на соках до этого. И сутки побудьте после этого тоже на соках. Вот это лучше. Вот, смотрите, самое главное, что вам точно нельзя допустить, чтобы, Наталья, чтобы вы входили в сухой голод, вернее, вообще в голод, перед тем, как наелись. Потому что включаются же эти процессы. Я сама знаю по себе. У меня было такое тоже, когда я только начинала голодать, было такое, а, завтра голодаю, сегодня можно поесть. И вот, там, тот салатик схватила, времени мало остаётся, скоро войду в голод, надо ещё что-то-нибудь, ещё что-нибудь. И вот такими вот кусками, кусок хватало, потому что завтра будет голод. У меня была такая практика. Потом пришло осознание того, что я делаю, что я ухудшаю своё здоровье вот такими голоданиями. И совершенно, если вы правильно входите в голод, если вы правильно к нему готовитесь, если вы подходите с умом, бережно к себе, даже к 36-часовому голоду, то это, конечно, должно менять вас состояние. Но голод – это тоже хорошая диагностика, ваша диагностика. Смотрите, что, если после голода вот такие состояния наблюдаются, значит, вам пока рано голодать, возьмите, проведите хотя бы небольшой курс очищения кишечника, поработайте, опять же, с лимфой, с печенью и с надпочечниками. И вот тогда можете продолжать свои 36-часовые голодания. В принципе, и на фоне оздоровления и очищения вы тоже можете голодание оставлять, и вы будете видеть совершенно другие результаты, вы будете видеть, как тело иначе откликается на выход из голода. Листаю, листаю, листаю. Стоп. Так, именно чтобы без дополнительных бадов. Так. Вы что-то писали. Светлана, спасибо вам, что вы есть. И спасибо вам тоже, мои подписчики, потому что не было бы вас, я бы, наверное, не проводила бы это все. Спасибо. Как думаете, возможно ли детям быть на среднем и при этом заниматься профессиональным спортом? Именно чтобы без дополнительных бадов даже с... продолжаю. Даже с сырых растительных, только на продуктах питания. Да, я считаю, что можно. Я считаю, что можно, если, опять же, вы работаете со здоровьем ребенка, если вы время от времени проводите антипроиздарные курсы, например. Но, если ребенок, это с рождения сыроед, если ребенок с рождения не сыроед, то войдя в спорт, усиливая свои тренировки, им будет сложно, опять же, нужно провести хорошие глубинные курсы перестройки организма у ребенка. Тогда будет хорошо. Да, вначале у него будет слабость, да, будут падать показатели, спортивные показатели, но потом будет большой скачок вперед. Мой супруг занимался со спортсменами, и дети у нас есть тоже, знакомые спортсмены, которые тоже оздоравливались и 36 часов голодают регулярно. В общем, ребята молодцы. И, ну, я вам могу сказать, что у них показатели очень хорошие. Я не могу о них говорить вот так открыто, потому что они не афишируют свое сравнение, но они молодцы вообще. Ну, семья, которая достойна восхищения. Если они к нам приедут в гости, я вас обязательно познакомлю. Так, листаю, стоп. Добрый день, 6 лет ребенку, питание традиционное, кашель, гулки, плохо откашливается. Что делать? Так, традиционное питание. Анетта, вот это, да, вот это основное, я думаю, что вы понимаете. То есть, вы, основной, ваша задача. Если в вашей семье не принято, вернее, не стремится ваша семья к среднению, да, веганству, то хотя бы уберите из рациона продукты, слезеобразующие. Это картофель, молочку, каши, желательно убрать. Единственное, вот из каши, то гречку, да, оставляете, ну, все злаковые убираются, хлеб тоже желательно убрать. Если хотите хлеб, то лучше гречневый, да, вот, без дрожжей, замечательно. Если включает в себя животное происхождение продукты, то тогда обязательно по максимуму, максимум свежих овощей и зелени и соков. Вот это в рационе, это поможет выводить ребенка на более стабильное питание, здоровье. Даже с таким вот питанием, с традиционным питанием. А что делать с кашлем? Лимфатическую систему. То есть, убираете все слизообразующие продукты и работаете с кишечником и лимфатической системой. У меня в постах это есть для детей. Скоро будет курс для детей, тоже можете приходить. И дренажный массаж тоже желательно. Согревающий массаж для грудной и сонной клетки и для спинки тоже делайте. То есть, это масло сейчас горчичное масло заговариваюсь уже. Горчичное масло растирайте до горяча ребенка будет хорошо. И отпаивайте чаями, которые помогают вводить все успокаивать во-первых все процессы в организме и вводить все излишки, которые не должны быть особенно слизь. Это и математичка, и липа, и солодка. Можете смешивать в равных пропорциях и вот в течение двух недель давать такой чай. Да, может быть сначала больше откашливаться, больше бухыкать, но это же хорошо, когда откашливается. Поправляйте. Листаю еще. Подождите. Что-то тут. Вот, про ребенка. Ира краем глаза увидела, вернулась. Ребенку полгода хочу переходить на среднее и вводить прикол. Тоже сыроедный. Где найти информацию, как сделать правильно, можно ли пить касторку для очистки кишечника. О, сколько вопросов. Смотрите, прекрасно, что хотите переходить на сыроедение. Грудная скарм не помеха. А, подождите, на груди нет ребенка. Вот, если на груди ребенок, то вообще не проблема. Переходить на сыроедение, очищайте свое тело, касторку, да, можно, если нет противопоказаний, если нет гастрита, сердечных заболеваний, если, ну, вообще пищеварительных систем нет острых заболеваний, то да, можете пить касторку. Сыроедный прикорм. По прикорму у меня есть методичка, большое пособие с рецептами, и с советом, с нашим опытом. Заходите в шапку моего профиля, скачивайте, в бесплатном доступе, она есть, вот, в помощь мамам, поэтому пользуйтесь на здоровье. во благо. А как переходить на сыроедение при грудном вскармливании, у меня есть на сайте тоже, наша история, моя история, как я переходила на сыроедение, будучи кормящей мамой. Тоже можете заглянуть. Чистки, какие чистки делать? Надо, наверное, тоже курс для кормящих мам такой легкий сделать, информативный, чтобы вы сразу подчеркнули и сразу применяли. Я подумаю, как-то организовать вам. Так, так. Так. Как помогать ребенку 10 месяцев, пока мама чистится, а ребенок реагирует высыпаниями? Ребенку тоже, смотрите, если мама проводит очищение, ребенка запускается от трав, да, запускается небольшой процесс очищения тоже, который, то, что он должен вывести. Давайте ему те же травы, которые вы пьете сами. С мискориандром можно, желчегонные травы можно, по чайной ложечке, 10 месяцев по чайной ложечке на 3 раза в день давайте этих трав вместе, вот когда пьете сами, и ему. Вот прекрасно, его тело хорошо откликнется. Но вам, понимаете, Анна, ваша основная задача сейчас сделать чистку печени. Одну и следом вторую. Вот тогда у ребенка пройдут все высыпания. Я вам даю, ну, практически 100% гарантию. Если это не психосоматика, то высыпания пройдут. Поэтому, вот, соберитесь, настроитесь на чистку печени и сделайте ее. Одну и через 10 дней вторую. Вот тогда увидите. Обязательно напишите. Вот здесь можете в прямом эфире. Здравствуйте, Светлана. Какие дозы прикорма авокадо и педагогового молока в 7 месяцев, с половиной месяцев, в 10 кг переживаешь из-за их жирности? Какие? Смотрите, я не сторонник педиатрического прикорма. Я за педагогический прикорм, когда вводится микродозами по чуть-чуть. То есть, если ребенок съел одну там горошинку, да, авокадо, вторую, и вы видите, что он, в принципе, хочет еще, то можете дать еще третью. Но в 7,5 месяцев, я помню, что у нас наш Светозар, третий ребенок, съедал половинку авокадо. Прекрасно он себя чувствовал, прекрасно набирал весы, и, ну, все было замечательно. Но это не сразу, да? То есть, если вы сразу дадите много, то понятно, да, нагрузка будет на организм. Но если вы даете микродозами, по чуть-чуть, то есть, знакомите, тут же грудным молочком спиваете, если есть грудное молоко. Если нет, если у вас смесь, то понятно, что это должно быть очень, ну, в принципе, не знаю, смесь есть или нет, давайте, если есть смесь, то напишите. А 10 килограмм, в принципе, у вас очень хороший, очень пухляк такой, прям вот, я представляю. Вот. Что касается авокадо, а что касается кедрового молока, смотрите, берете чайную ложку кедровых орешков, разбиваете, если у вас маленький блендер есть, разбиваете на четверть стакана воды. И вот это процедили, и потом разбавляете еще водичкой, ну, примерно на треть. И можете давать, в принципе, вот эта дозировка на день хватит. не чаще, не больше. Чем больше вы разбавляете растительное молоко, тем легче ребенку воспринимать его, принимать, усваивать, ну, и так далее. Желательно, вот, в 7,5 месяцев начните тоже с чайной ложечки, даете по чуть-чуть одного-другого и понемножку увеличиваете. Каждый день можно по одному, по одной ложечке увеличивать, и даете там до определенных до 100-150 грамм, тоже будет хорошо. Так, тык, устанавливается. Так, кандида, травы. А, смотрите, ну, вопрос такой непростой, потому что с кандидой просто так не работает, потому что кандида очень достаточно сложный, вернее, грибок, любой, любой формы грибка выводится достаточно сложно из организма. И, если вы хотите результатов, то это потрясающая работа, это очищение кишечника, потому что кишечная и влагалищная флора, они связаны. Очищение кишечника, восстановление микрофлоры, делайте это, основная ваша задача. Местное, местное подмывание глиняной водой, чайная ложка глины на стакан воды, и каждый вечер подмывания, хорошо. Какое спринцевание делать вам, местное, не могу сказать, потому что не знаю у вас, как ваше будет тело реагировать на то или иное на те или иные составы. Помимо этого, вам нужно обязательно с лимфой работать, подключать спорт, обязательно, то есть, есть застойщики. Если есть спорт, то хорошо, то продолжайте, подключайте. Травы, которые чистят лимфу, та же солодка, тысячелестник, цветки клевера белого, цветки акации. Вот, замечательно. Читайте мой пост про ощущение лимфа, там подробно все написано, рассказано. Здравствуйте, как вы относитесь к донорству крови? Я, я понимаю, что кому-то, да, спасает жизнь донорская кровь, но лично для себя я знаю, что я сдавать кровь не буду, потому что, потому что мы ответственны, каждый за свое здоровье, и я не готова отдавать свою энергию, потому что кровь это не просто, не просто что-то, а какая-то жидкость, которая течет в нас. Кровь это то, что насыщена нашей энергией, нашей живой силой. И если я буду отдавать свою силу, ну, меня не хватит на свою жизнь, на своих детей, и для меня это важней. Может быть, это эгоистично звучит, да, может быть, это жестоко, но нет, я не считаю, что это жестоко, потому что я в первую очередь мама, вернее, я женщина в первую очередь, а в вторую очередь я мама своих детей. Я ответственна за то, чтобы им было хорошо, чтобы я была проводником их многие-многие годы в здравии. я лучше буду помогать людям восстановиться, чем отдавать свою кровь. Лучше я буду проводить бесплатные консультации, подключать к программам, которым людям действительно нужно, чтобы восстановились, чем я буду отдавать то, что дорого мне. вот так. Последний вопрос. Ой, сколько вопросов много, пролистываю. Стоп. Так, Светланочка, скажите, пожалуйста, беременец 37 недель. Ой, класс, а сенского, расстречу вас, радуюсь за вас. Обнаружили ореоплазму по анализу с РМПН, назначили на тебе, есть энтеропатическое альтернативное лечение. Я менеджу, посмотрите, ваше анализы не могу сказать, есть опасность или нет. В одной клинике вы сдавали, или в двух клиниках анализы. То есть, вы понимаете, да, если что-то тревожит вас, лучше сдать еще где-то, чтобы посмотреть, удостовериться, так ли это, или все-таки произошла ошибка в анализах. И второй вопрос, как вы себя чувствуете, какое состояние, какие симптомы, мне нужно знать. Поэтому, ну, альтернатива, да, конечно, есть, есть, но 37 недель, немного времени осталось, да, для дородов, но тем не менее, можно, да, воздействовать травмами. Но, опять же, нужно знать симптоматику. Действительно, есть у вас это состояние, либо это в пределах нормы во время беременности. Я вам желаю от всей души прекрасной встречи с вашим малышиком, с вашим чудом. Напишите, как вы себе эти симптомы, напишите свои, расскажите, как вы себя чувствуете. Я постараюсь посмотреть в директе. Девушки, дорогие, я вас обнимаю, до встречи в понедельник. Завтра у нас выходной день, завтра я эфир не провожу. Я буду по вам скучать, буду стараться снимать сторис, потому что я это дело забросила, у меня сейчас много консультаций, но буду стараться восстанавливать свой сторис. Хочется с вами делиться нашей жизнью. Ну, вот сейчас был очень напряженный период, а ко мне скоро мама приезжает. Представляете, скоро, это во вторник. Во вторник приедет моя мама, будет у меня больше времени вам снимать, много-много интересно, отвечать на ваши вопросы. Поэтому, до скорой встречи в понедельник. Я вас всех обнимаю. Чудесного дня! Продолжение следует... Продолжение следует...